Все депутаты Коломойского в Сугах проголосовали за. Это пункт первый. Дальше депутатская группа за майбух Коломойского, за майбутния, проголосовала за. И даже один депутат Коломойского, который очень обижен на Зеленского, который Зеленского чуть ли не матом кроет за то, что его выгнали из фракции. Дубинский, который сидит сейчас в нефракционных, который в этот день ни за что больше не голосовал, за этот закон проголосовал за. Потому что хозяин, олигарх, сказал, вот за это нужно проголосовать обязательно и точно проголосовать. Вот Дубинский, это уже, знаете, такая вишенка на торте, которая показала, олигархи не просто поддержали, а они жестко поставили своим людям условия, вы должны проголосовать без вариантов. Кто не проголосовал? Ну, группа довера. Дубинский, единственное, что скажу, да, Дубинский, он уже оправдался, он объяснил, почему он проголосовал. Он это для своих там подписчиков в социальных сетях объяснил. То есть, вот, когда он проголосовал, там шквал пошел. То есть, понятно, люди начали спрашивать, подожди, а что ты делаешь? Вот он объяснил следующим образом, что он просто заспамит поправками теперь ко второму чтению это все. Ага. А если бы он не проголосовал, у него бы не приняли поправок, да? Что за аргументы? А Василевская, Смоглюк, а все другие, все они очень дружно голосовали. Даже те, которых обычно не очень-то затянешь в зал, все были за. Ну, от этого оторвемся. Вернемся к самому закону. А на самом деле, первое, а что там должно напугать олигархов? Начинаем с конца. Ну, первый, закон действительно небольшой. Если кто-то считает, что такое явление, как олигархию, можно преодолеть документом на 13 страниц, которых сам закон 8 страниц, остальные 5 это переходные и приконцессовые положения, в которых вносятся изменения чисто технические, в связи с тем, что какие-то нормы вводятся в этот закон, вносятся в другие и другие законы. То есть, просто переписывается с этого закона в другие, где они там тянутся за ними. То есть, сам закон 8 страниц. И кто-то мне скажет, что этих 8 страниц достаточно того, чтобы преодолеть олигархию. Ага, сразу, сходу. Закон об акционерных обществах. Это антиаллигархический закон. Закон об антимонопольном законодательстве, антимонопольном комитете. Это антиаллигархический закон. Трансфертное ценоопределение Антиаллергический По офшорах антиаллергический Антитрастовое законодательство Антиаллергический Вот я вам насчитал несколько законов Которые тянут общей массой своих Где-то так на полторы тысячи страниц Это только для того, чтобы создать предпосылки Для борьбы с олигархом А тут вам 8 страничек И ешьте пипл Пипл хавает, все прекрасно А почему олигархи не боятся? А самые главные в законе Начинаем не сначала, а с конца Какие санкции будут против тех, кого признают олигархами? Знаете, там такие страшные санкции Они очень всех напугали Первая санкция это то Что олигарх Лично там все время повторяется Олигарх как физическое лицо Так вот, олигарх как физическое лицо Или те компании Которые от него, именно от его физического лица Напрямую зависимы То есть это доказано То есть он является их бенефитиаром И бенефитиар, кстати, в этом законе очень специфический Он не соответствует норме бенефициара Вообще В экономических законах И в других странах И в украинских законах Он не предвидит офшоров Вы обратили внимание, кстати, определение терминов Бенефициар Вот я советую прочитать А там нет офшоров Офшоры у нас как бы прячутся Потому что сам Зеленский сидит в офшорах И вот все то, что не офшоров То, что четко декорируется за олигархом Вот он и его юридические лица Он и физическое лицо Не могут финансировать партии А скажите мне А кроме Порошенко У нас кто-то лично Как сам он Или от своей фирмы Какую-то фартию когда-то финансировал А никогда Даже когда Ну, Ренат Леонидович Ахметов Был депутатом Партии регионов Фракции партии регионов Был в Верховной Раде Даже какое-то время Приходил на заседание Он сам Ни копейки не оплатил А оплатили Я не знаю кто Откуда деньги приходили Потом эти деньги в этой черной кассе партии регионов Объявились Это был черный нал Черный нал Этот закон не предвидит его просматривание Черным налом можно финансировать Дальше Избирательные компании партии Вы видели, чтобы олигарх Внес на партийный счет Деньги для проплаты Партийной агитации Официально Я не видел Зато я видел Кучу тысячи сюжетов на телевидении Где журналисты находят Каких-то там Пенсионеров Бедных там работников из села Там бедных рабочих Или безработных Которым показывают Вот вы Пересчитали там на партию Батьки в Шинай На партию какую-то другую Пересчитали там Двадцать тысяч гривен Человек смотрит Схлопает глазами Говорит Да у меня за год Двадцать тысяч гривен И наберется У меня на хлеб не хватает Вот таким способом Финансируется в Украине партии Олигархи От этого От этой санкции Потеряли Ноль целых Ноль десятых Они и так партии Лично не финансируют Ну будут немножко Усаженения у самого Порошенко Но если он сам будет Скажем Выдвигаться на президентский пост Он абсолютно спокойно Свою личную компанию Финансировать может Он не может вкладывать Деньги теперь в партию Скажем Если этот закон Определится Если его Назвут олигархом И все Ну и что Ну будут кто-то другие Финансировать Чьи это деньги Этот закон не проверяет Вот в чем вся штука Тем более что Определение олигарха И как эти счета проходят Проводят не на ЗК А НБО Которые не имеют Ни одного рычага Ни одного законного права Проводить любые Финансовые проверки Поэтому это норма Ее значение Нулевое Олигархи Как платили в конвертах Вот что В отчетах На ЗК Пишет Ахметов Что он там Половине фракции Сухонарода Каждый месяц 25 тысяч долларов Как говорят Еле раз Платят в конверте Ну наверное Я никто этого не отметил Ну это факт Факт Но этого нет Закон этого не запрещает Так что Первая норма Олигархам Как бы Ну таким перышком Помахали перед ним Напугали Как там Напугали ежика А далее Будем говорить чем Вторая санкция Олигархам Запрещено Принимать участие В большой приватизации И вот тут Я рассмеялся Едва становился Вы знаете Что в украинском законодательстве Нет большой приватизации Это такой журналистский Пропагандистский штамп Есть малая приватизация Там совсем другие Способы И приватизации И она действительно Законом выписана И есть просто Приватизация Государственного имущества А большой приватизации Нет То есть Олигархам Запрещено заниматься Тем Чего нет Это первое А второе А когда у нас Олигарх Купил Какую-либо Государственную собственность Шесть студент Из британских И вирджинских островов Я помню У нас половину Азовского шельфа Купили Потом это был скандал Как бы оно Как-то назад развернулось Вот эта приватизация По шельфу Ну Злые языки говорили Что это делал Ренат Леонидович Но в документах Там даже близко Аффилированных фирм Не было Это купили Шесть студенток И все И до свидания А лыжный инструктор Помним Лыжный инструктор У нас Кусок энергетики Купил А целая куча Там Облогазов Или чего-то Купил Какой-то там Тренер йоги Из Белиза И все И найдите Нет Было В определенное время Некоторое время Некоторые фирмы Которые напрямую Завязанные на фирташа Действительно Некоторые веримые Покупали облоги И райгазы Но потом фирташ Подумал А зачем светиться И начали покупать Такие офшорные Компании За которым Уже ДФ Корфорайшен Уже не просматривалась А я еще раз напомню Бенефициар Согласно норме Этого закона Понятием терминов Это Как бы Вне офшоров Только то Что четко Ты сам задекларировал Где прямой выход А то что мы доказываемся Это значение имеет То есть две санкции И эффект с них ноль И говорите А где же остальные Ведь говорили Будут телеканалы отбирать Будут бизнес забирать И арестовывать А нет А это Было то что называется Секс Или порно для бедных Потешились Порадовались Что олигархи станут беднее А они станут беднее На самом деле Они станут богаче После этого закона Это уже другая история А почему они станут беднее Потому что Забрать бизнес Или арестовать Без преступления Только о превентивных методах А это уже слишком нельзя Это уже будут и санкции И все другое Это уже будет Международный розыск И Зеленскому это объяснили И он дал задний фод А остановить Закрыть средства Массовой информации По тому поводу Что человек Который ими владеет Как бы является олигархом Но не обвинен В создании преступлений И само средство Не обвинено В создании преступлений Какого-то Но как бы С кем-то связано Это уже извините За такое точно Уже международные санкции Неминуемы Просто неминуемы И пришлось дать задний ход Поскольку в первом тексте Как бы все эти нормы были А сейчас их нет И ни телеканалов Никто не заберет И никто ничего не закроет И ни одно предприятие Не пострадает Более того Параллельно с этим Даже не ограничили Возможность Офшорных пересчетов Выведения денег В офшоры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok